Добрый вечер! Как нас слышно? Напишите плюсики. Да, поставьте, пожалуйста, плюсики, если нас видно и слышно. Думаю, вообще никаких проблем быть не должно с нами. Вот, всё, Елена нас видит. Замечательно. Ну, мы рады вас всех приветствовать. У нас сегодня такой день вебинаров, потому что буквально в 5 часов у нас были вебинары «Здоровые новости». Сергей Семенченко обрадовал нас новыми свойствами продукта нашего нового. Мы, кстати, немножко про него тоже потом в конце расскажем. Но тема нашего выступления, как вы видите из названия, это топ осенних продуктов от Coral Club. И вообще, чем выразительен этот период, с вами поделятся Юлия Антонова и Станислав Тумреев. Да, мы рады вас приветствовать. На самом деле, как только меняется климат с теплого на холодный, а это именно происходит сейчас, у нас начинается, люди начинают думать о всяких проблемах, да? То есть все, как по невидимой команде, начинают кашлять, чихать. Вот. И, естественно, становится вопрос по поводу именно здоровья. Нос, горло, легкие бронхи находятся у нас под ударом. Причем не только холодного воздуха. В это время эти органы испытывают энергетический стресс. И бронхиты, гаймориты, риниты – это частые диагнозы в медицинских карточках людей. Вообще, какие основные проблемы и чем особенности осеннего периода связаны с следующими вещами? Первое – это смена климата. То есть, смотрите, когда у нас буквально 7-8 дней назад была температура плюс 25, а сейчас она у нас плюс 10, это определенный стресс для нашего организма, это стресс для иммунной системы. Второе – это, естественно, апатия. Да, то есть, когда было ясно, солнечно, у нас прекрасное настроение, у нас состояние счастья определенного. А когда погода слякать, я не знаю, как у вас, вижу, здесь у нас есть люди из Израиля. В Израиле, думаю, еще все хорошо с погодой, но у нас в Татарстане уже слякать, сегодня лил дождь, просто темно, пасмурно, нет никакого настроения. То есть, происходит апатия, за счет этого снижается вообще ресурс работоспособности организма. Ну и, конечно же, это во всю силу начинает буйство на различных вирусных инфекциях, заболеваниях. Включаешь телевизор, везде реклама, да, средства от насморка, различные противовирусные средства. И, кстати, у меня к вам есть определенный такой вопрос на засыпку. Я, честно говоря, долго не знал на него ответ. Поставьте, пожалуйста, плюсики, люди, которые на нашем вебинаре, которые знают ответ. Почему? Если мы простужаемся, допустим, если мы промочили ноги, почему начинает болеть горло? Скажите, есть у нас вот из 13 участников? Знатоки. Да, знатоки, которые знают. Вот поставьте пятерочки, те, кто знают, почему мы простужаем ноги, а начинает заболевать горло. Я подожду буквально пару секунд. И сразу скажу, в принципе, ответ на этот вопрос. Смотрю, никого нет, да? Но на самом деле есть определенные исследования, которые подтверждают одно... Даже Сергей не знает. Ну, где-то Сергей... Есть определенные исследования, которые подтверждают то, что когда у нас происходит переохлаждение, организм начинает включать ресурсы, чтобы сохранить тепло нашего организма. И происходит сужение всех сосудов и капилляров в организме. Наши антитела нашего иммунитета, они проходят только по капиллярам и сосудам. И когда вирус какой-то зашел в наш организм, это аденоиды, это гланды, это первый такой барьер нашей иммунной системы, антителам просто по этим суженным капиллярам в ходе того, что организм не хочет терять тепло, антителам просто сложнее добираться до очага воспаления, в аденоиды и горло. И поэтому болезнь начинает прогрессировать. Поэтому, в принципе, у вас теперь есть такой ответ, вы будете знать, почему происходит такая реакция организма. Вот. И поэтому смотрите, что у нас нужно понять в ходе нашей вообще физиологии. У огромного количества людей нет понимания того, как работает наша выделительная система. На самом деле у нас всего три выделительных системы в организме. Первый – это кишечник, второе – это кожа, и третье – это лёгкие бронхи. И очень много, на самом деле, связи есть между лёгким и кишечником. И в чём эта связь? На самом деле, если у нас плохо работает кишечник, то у нас, соответственно, плохо работает иммунитет, а 80% иммунитета – это работа кишечника, это наша работа микрофлоры. Начинает подключаться наша вторая выделительная система – это лёгкие. И именно поэтому огромное количество людей, если проблема с кишечником, начинается отхаркивание, от смаркивания, вот эта выделительная система лёгких. И поговорим про самую главную, в принципе, часть иммунитета нашего – это кишечник. Ну, в первую очередь, конечно же, мы хотим уделить внимание это калаваде. На самом деле, это уникальная система очистки организма, и я, когда встречаюсь с людьми, делаю акцент именно на очищение, потому что даже пить витамины на грязный организм, ну, согласитесь, бывает особого смысла нет. Калавада – это простой, но эффективный способ выведения из организма токсинов, грязи и паразитарных каких-то тоже моменты, бывает, выходит. Кто регулярно проходит, конечно же, мы с этим сталкиваемся. Но бывает, что человек об этом даже не подозревает. На самом деле, калавада за 14 дней позволяет получить шикарный результат. Я делаю её регулярно, раз в полгода. Калавада – это постепенное очищение организма. Бывает, что время тут работает на вас. Одна из моих любимых фраз, потому что… Всё? Да. Надеюсь, вас нормально слышно, да? Одна из моих любимых фраз, то есть время работает на вас. У меня были случаи, причём не один раз, когда человек проходил первую калаваду, проходил вторую, и результаты всё лучше и лучше. То есть это замечательно, когда организм постепенно расшлаковывается. Я привожу пример. То есть представьте, возьмите тарелку и попробуйте из тарелки кушать в течение недели и её не мыть. Посмотрите, что налипнет на стеночках тарелки. И так, например, 30 лет. Я когда узнала про эту систему очистки, мне было 33 года. Естественно, я была поражена, и мне захотелось её пройти. Поэтому я хотела задать такой вопрос из тех, кто у нас присутствует на вебинаре. У нас есть те, которые не проходили эту очистку организма? Да, поставьте, пожалуйста, пятёрочки. Люди, которых ещё только ждёт эта программа. Есть ли такие вообще люди в нашей комнате? Хотя, я думаю, с 12 человек все её, в принципе, проходили, да? Да, ну точно, все проходили, поэтому вы сами прекрасно знаете, как она работает. Но смотрите, после того, когда мы почистились, очень важно ещё сделать так, чтобы к нам заселились полезные бактерии. Вот продукт, который у нас появился где-то года два назад, это суперфлора, это источник всех полезных необходимых бактерий. Для чего они вообще нужны? Они участвуют во многих процессах. То есть, некоторые пробиотики, даже бактерии, они вырабатывают полезные ферменты, витамины, микроэлементы, которые нам нужны. В том числе, они участвуют в процессе пищеварения и усвоения всех питательных элементов. Но большая часть микрофлоры кишечника, она как раз-таки является нашей защитным иммунитетом. 80% иммунитет это как раз микрофлора. Именно поэтому люди, когда делают огромную ошибку, они используют антибиотики, в конце общего вебинара я вам сделал небольшой подарочек, про который многие не знают, даже долгие коралловцы, что у нас есть такая вещь, которая называется аптечка кораллового клуба. Как сделать так, чтобы без вреда, без ущерба для своей микрофлоры, для своего организма восстановить иммунитет, вообще убрать огромное количество проблем. То есть, многие люди после прохождения антибиотиков забывают употреблять полезные пробиотики. Это очень важно, потому что все антибиотики, то есть, что такое антибиотик? Анти – это против, био – это жизнь. По сути, это то, что убивает жизнь, в том числе, вместе с вирусами, которые мы к себе заселяем, подхватываем их. Если вы посмотрите по составу, суперфлора имеет колоссальное превосходство между всем, что есть на рынке, абсолютно, даже там, не знаю, с утречением других компаний, а про аптечные продукты я и говорить не буду. То есть, там содержится огромное количество полезных бифидов, лактобактерий, которые нужны нашему организму. Правильной едой для пробиотиков является зелень, любая зелень. И самым лучшим источником это будет, допустим, продукт – это хлорелла. Это богатейшая водоросль, которая является очень хорошим пребиотиком. Что такое пребиотик? Это еда для наших бактерий. И, конечно, работу иммунитета очень сильно улучшит такой продукт, как корень солодки. Многие люди его знают исключительно только лишь с целью лимфатической очистки, потому что это на самом деле очень хорошая вещь. Это корень такого растения, как солодка, который очень хорошо запускает работу лимфатической системы. То есть, если вы выпьете две капсулы на стакан горячей воды, вы почувствуете, что у вас начинает появляться оспарина от того, что запускается лимфатическая система. Но, с точки зрения кишечника, что он делает? В нем содержится глицериновая кислота. Это очень мощное противовирусное средство, которое является очень сильным иммуностимулятором. То есть, что такое иммуностимулирование? Это когда улучшается выработка антител, которые нам нужны для того, чтобы лучше справиться с вирусом, который вообще регулярно попадает в наш организм. Мы с вами находимся в огромном количестве вирусов. И вопрос в том, смогут ли они у нас заселиться, зависит лишь от нашей иммунной системы. Еще самое интересное, что в продукте королл-солодка содержится имбирь, который еще и укрепляет и усиливает действие солодки в нашем организме. Я подарю вам два рецепта. На самом деле, когда мы путешествуем, так как я люблю это дело, я всегда с собой в дорогу беру корень солодки. И если под рукой я не стараюсь пить чай, который продается в чайных пакетиках, я немножко называю, это пыль с дорог, я прошу налить мне стакан горячей воды и высыпаю одну или две капсулы солодки. И растворяю, и пью это в виде вкусного напитка. Также это можно делать утром, потому что я, как педагог, и нагрузка очень сильно ложится на горло, когда много разговариваешь, вот такой вот рецепт для тех людей, которые любят поговорить, тоже, и что мне нравится, на лимфатическую систему корень солодки просто прекрасно влияет. Также мне очень нравится, что в коралловом клубе есть взаимозаменяемые продукты. Что спирулина, что хлорела, это потрясающие продукты для восстановления, я включаю программу восстановления после очищения организма. И также шикарный продукт, один из самых любимых тоже продуктов, это ассимилятор. В нем содержатся серии групп ферментов растительного происхождения. Что делают ферменты? Они улучшают работу нашего желудочно-кишечного тракта. Они помогают усваивать всю пищу. Все у меня есть люди, которые любители места, на шашлычки, на корпоративы. Я им рекомендую, конечно же, взять с собой этот продукт, потому что это ускоритель всех процессов. он улучшает обмен веществ. Поэтому, если быстро его использовать, его можно открыть капсулу, высыпать под язык, или можно выпивать в капсулах, и постепенно работа кишечника восстанавливается. Что, например, не бывает, так же, как мы уже говорили, в аптечных продуктах. То есть реклама про энзим, самое правдивое, он будет незаменим, если вы будете его пить постоянно. Продукт-ассимилятор можно рекомендовать и деткам, и взрослым. Вот. Постоянно. Да, вообще сентябрь это самый идеальный месяц для того, чтобы улучшить работу именно желудка, поджелудочные, железы и селезенки. Ассимилятор ярко, оказывает действие именно на пищеварение. То есть комфорт колоссально чувствуется, если его употреблять. Но по сути, что это такое? Энзим, даже есть такая группа людей, которая называется сыроеды. Они употребляют все сырые продукты по какой причине? Дело в том, что в сырой еде есть ферменты, которые как раз таки не затрачивают энергии нашего организма на переваривание еды. То есть один из факторов долгожителей, один из факторов людей, которые хотят жить качественно дольше, зависит вопрос того, какое количество ферментов попадает в ваш организм. Потому что колоссальное количество энергии уходит на переваривание неправильной еды в этом плане. А то, что определяет живая еда или мертвая, это как раз таки наличие в ней ферментов. Поэтому ферменты это просто база с точки зрения правильного питания, правильного пищеварения и долгожительства. Также можно, если говорить про взаимозаменяемые продукты, ассимилятор, дегистейбл, папайя. Так, второе, на то, что определяет иммунитет, если 80% иммунитета это работа нашего кишечника, наши иммунитеты, прорезанные пробиотики, то оставшаяся часть, оставшаяся нагрузка ложится на работу нашей печени. Вот. И про первый продукт расскажешь ты, Юля, да, фандетокс? Да, фандетокс тоже один из самых моих любимых напитков. Также тоже рекомендую, скажем чуть попозже, рецепт. На самом деле на фандетокс это, он очень вкусный и приятный. Его разработал, как говорим, сумасшедший профессор, корейский доктор Бок. Как он его проверял? Когда он его разрабатывал, тогда, когда человек выпивает алкоголь, естественно, ложится нагрузка на печень. И он выпивал в день, в день, да, по бутылке. Две бутылки рисовой водки. Но она слабее, чем русская. Но много русских людей повторяли этот эксперимент из фандетоксов. Вот. Поэтому он пил как раз свой алкогольный напиток и утром и вечером пил фандетокс. На самом деле, если даже 3% печени у нас находится в нормальном состоянии, печень это самый быстро восстанавливающийся орган. За полгода ее можно восстановить полностью. И он этот эксперимент доказал, когда он пил продукт фандетокс, то есть у него печень была в полном порядке, как у младенца. Да, но это не значит, что его нужно только тем людям, которые злок употребляют, алкоголь употребляют. На самом деле, он очень хорошо пьется. Кто-то, Станислав, например, он любит его под язык высыпать. Да, можно на стакан воды. Мне очень нравится вот в нашей бутылочке 0,7 растворять в виде травяного чая. На самом деле, я еще рекомендую людям, кто путешествует и ездит сейчас на бархатный сезон, тем, кто ездит на отдых, когда человек пьет этот продукт фандетокс, шикарный результат по загару. То есть загар намного лучше наложится и дольше держится на коже, потому что как раз но загар отвечает тоже за работой печени. вот еще на печень хорошо влияет такой продукт как коровый артишок. Это вот артишок вообще это такой деликатес, который на самом деле стоит очень дорого. Это очень питательный продукт, который обладает огромным количеством с положительным в том числе и для печени. Вообще, он улучшает работу и кишечника, улучшает моторику, улучшает стул, а в сочетании еще и с зафераном. Что такое заферан вообще? Это так называемый желтый имбирь. он в простонародье называется. Это экстракт куркумы. Он улучшает отток желчи из желчного пузыря. Как работает печень? Печень, она отходы, по сути, что такое желчь? Она выбрасывает в желчный пузырь отходы переработки. И желчный пузырь должен регулярно опорожняться. Если этого делать не будет, если этого происходить не будет, в нем будут скапливаться залежи, и будут образовываться вот эти камни пресловутые, у которых огромное количество проблем у современного человека. Проблема здесь в чем? Банально просто слишком большие интервалы в приемах еды. Знаете одно, если у вас интервал между приемами еды составляет больше пяти часов, то, соответственно, происходит застой в желчном пузыре. Соответственно, нужно просто употреблять чаще еду. Раз, три, четыре часа. Не обязательно большие порции, но употребление три-четыре раза в три-четыре часа интервала приема еды улучшит отток желчи. Если подключить к этому продукту еще заферан, это будет одновременно улучшенный желчеток и улучшение работы печени. Соответственно, чем здоровее печень, а вообще печень является магнитом для притягивания различных вирусов, грибков, бактерий, паразитов, то есть она терпит на себе огромный урон, ее нужно регулярно восстанавливать. То заферан, артишок и фондотокс, вот эти три продукта они делают, ну просто регенерируют печень, потому что, как уже Юля сказала, самый быстро восстанавливаемый орган и его восстанавливать нужно где-то в районе полугода, чтобы он устал, ну просто в идеальном состоянии. Да, и пока мы спим, печень, естественно, ночью чистят все остальные органы, поэтому этому нужно уделить обязательно внимание. Да, оно как сердце работает, не переставая, поэтому нужно уделить ему внимание, тем более она просит на ноги. следующее, что на самом деле нужно сделать, чтобы справиться с вирусом. То есть, что нам прививается с телеэкранов? Если у вас течет нос, нужно закапать капли для носа. Если у вас першит в горле, нужно пососать леденец с какой-нибудь химией. Если у вас поднялась температура, нужно немедленно выпить жароподнижающее средство. На самом деле, почему появляется жар? Температуру не стоит бояться, нужно на самом деле лишь ускорить все выделительные процессы. Почему поднимается температура? Потому что организм распознает, что в организме есть чужак, и нужно его быстрее выделить. И запускаются все процессы, которые начинают выводить ненужные вирусы, запускается иммунитет. В чем вообще прелесть, допустим, такого явления, как, допустим, обливание в поруби, либо обливание холодной водой? Когда происходит резкий скачок, резкое снижение температуры за бортом, то есть кожи, если мы себя обливаем холодной водой, либо резко опускаемся в холодную воду, температура тела резко повышается, что идет к тому, что различные вирусы, грибки, бактерии начинают очень быстро погибать в теле. Поэтому ни в коем случае температуру нельзя сбивать не сгорит человек от поднятия температуры. У меня были случаи, когда резко, допустим, если происходит какой-то метод, хотя давно не было, но резко происходит поднятие температуры, нужно употреблять огромное количество противовирусных, противогрибковых продуктов. И первый продукт это у нас кора муравьиного дерева. Это натуральный природный антибиотик. На самом деле у нас уже какой год я замечаю, что кора муравьиного дерева именно в период с декабря по январь она у нас исчезает. Ее очень быстро начинают разбирать. А почему? Потому что она становится очень-очень нужна и востребована. На самом деле ей можно уделять внимание круглый год. Мне она очень нравится тем, что ему можно также пить в виде травяного чая. Можно, если ребенок маленький, насыпать в творожок, даже так, можно пить в виде капсул. Это продукт, который поднимает иммунитет. Это противовирусное, противовоспалительное средство. Оно восстанавливает хронические какие-то проблемы в организме. Просто есть шикарная книга по ударку. Если у вас в офисе есть она, найдите эту книжку, почитайте. более 20 параметров. Также потрясающие вещи работает кора с серебром в сочетании с коллоидным серебром. Сильвермакс. Что это такое? Это очень мощное противовирусное средство. То есть, смотрите, если самый сильный антибиотик, самый крутой, который вы можете найти на рынке, искусственный, который загубит всю микрофлору в организме, он может справиться максимум с четырьмя видами вирусов, то коллоидное серебро справляется более чем с трехсот пятидесяти вирусов. Причем, вот в чем у него уникальность и преимущество, можно использовать от первого вздоха до последнего выдоха, очень хорошо использовать маленьким детям. У нас была очень интересная история у одного из потребителей, который использовал его у своего сына, который у него ходил в садик. Он перед каждым приходом в садик, он отдавал ребенка в садик и делал ему два пшика в горлышко. Дети маленькие, которые ходили в ту же группу это видели, они подбегали, говорили, а дайте нам тоже. Стали пшикать. Как-то это раз увидела одна мамаша ребенка, она говорит, слушайте, вот вы что-то пшикайте там, моему это не делайте, пожалуйста, я не знаю, что вы там даете. Одному ребенку из всей группы он не давал, он очень добрый человек, Сергей, его зовут, он не давал, не пшикал. И случилась эпидемия гриппа, как она обычно происходит во всех садиках. И случилось так, что во всем садике была здоровая только лишь одна группа, без единого ребенка, чья мама запретила Сергею пшикать коллоидное серебро своему чаду. Вот, сделала ему недвиженную слугу. Поэтому очень классный продукт, можете использовать его на вооружении с точки зрения профилактики, абсолютно без вкуса, без запаха, как такая водичка с небольшим металлическим привкусом. Да, у нас потом Станислав подарит распечатку, где есть медицинская птичка, и вот два из этих продукта, два из этих продукта, это как раз кора муравьиного дерева и коллоидное серебро. Про столе два мы расскажем чуть позже. Вот, что очень классно. Сильвермакс, это коллоидное серебро, оно есть в двух вариантах, побольше и поменьше. Каждому пузырьку идет дозатор. То есть можно распылять именно в горлышко, и также можно пипеточкой закапывать в глазки и в носик ребенку. То есть по вкусу действительно нет никакого запаха, то есть очень подходит для маленьких детей. Я перед школой ребенку всегда запшикиваю, закапываю серебро. И мы потрясающе здорово начали ходить вот в том году первый класс. Я когда смотрю, сколько людей пишут, что у них дети заболели, у нас классы большие, около 32 детей, и только трое не болели. Смотрите, какая статистика. и вот это ощущение того, что ты защищен, вот эти два продукта я уже сентября месяца держу всегда дома, постоянно. Именно коллоидно-серебро и караму рубинового дерева. следующий продукт это парафайт. На самом деле, если можно найти какой-нибудь продукт, который был бы универсальный, который бы сохранял себе все комбинации всего того, что только можно представить с точки зрения вывода паразитов, грибков, дрожжей, вирусов, то вот это парафайт. Рекомендация такая, если чувствуете, что вы уже подзаболеваете, допустим, можно сделать на стакан коралловой воды концентрат коралловой, высыпать туда аж 500 и выпить 5-6 капсул парафайта. Скорее всего, никакой вирус просто-напросто не пройдет, потому что содержится огромное количество продуктов, которые просто угнетают всю гнилусную микрофлору. А чеснок, тот, который последний продукт, это вообще на самом деле уникальное средство. Вроде бы, очень простое употребляется нами в огромном количестве, но представьте, в одной капсуле чеснока содержится концентрат головки целой. Головки чеснока. Сами понимаете, ни себе, ни ребенку каждый день мы такое количество чеснока не сможем давать. Если мы это все съедим, даже нас просто выгонят из дома за то, что это будет пахнуть очень сильно. На самом деле она обладает очень сильным эффектом. Допустим, даже есть такие данные, что палочка туберкулеза в 15-процентном растворе серной кислоты живет 30 минут. Но не может вынести даже 5 минут в растворе чеснока. То есть очень мощное противовирусное также антибактериальное средство стимулирует лимфатическую систему и в том числе ударает все процессы гниения и поражения всей гнилостной корфлоры в кишечнике. Поэтому с точки зрения профилактики можно давать ее очень даже маленьким детям. Очень маленькие капсулки очень легко проглатываются даже маленькими детьми. на самом деле я помню когда в детстве бабушка надрезала на хлебе такие небольшие ямки и вставляла до зубчика чеснока. Потому что дети на самом деле не кушают чеснок. И сейчас очень многие люди особенно те кто работают в офисах они боятся что изо рта действительно будет пахнуть. Это просто это удобно это доступно это легко. причем очень такого яркого действительно цвета. И когда у меня тоже ребенок спросил мама а можно я выпью 6-8 штук я же понимаю сколько концентрации но я думаю если ему требуется если он хочет и у нас был случай что мужчина 2 банки чеснока выпил за месяц. Вот потрясающе здорово ходил зиму то есть это помогло улучшить его иммунитет и на самом деле если мы берем обычный чеснок то после нового года нормального чеснока уже не найти поэтому этот продукт который тоже нужно держать всегда на полочке. Да и я вам вот выложу сейчас ссылочку кому интересно можете зайти скачать это книга официально корового клуба называется медицинская аптечка это как раз таки как использовать наши там основные главные продукты в комбинации чтобы очень быстро справиться с теми проблемами для которых обычно человек использует различные антибиотики и не всегда полезные какие-то вещи вот Да моя любимая фраза обычно я и говорю когда люди ходят в аптеки они ходят туда регулярно говорю покажите мне человека который год два ходит в аптеку и стал абсолютно здоров я сама лично спрошу что он там принимал ну и конечно очень важный аспект от которого зависит жизнь человека это энергия спокойствие вообще настроение человека и тут конечно помогают наши базовые продукты коралл сашпицот да но коралл сашпицот когда человек приходит да только вот на первую встречу мы общаемся я уделяю именно этим двух продуктам и как я уже говорила два продукта это кора муравьиного дерева сильвермакс коралловый кальций коралл майн и ажпицот это четыре базовых продукта которые я рекомендую как домашняя медицинская аптечка а коралл майн сашпицот это шикарная мягкая вкусная вода человек благодаря этим продуктам уже начинает получать первые результаты они также есть в наборе коралл детокс кто это не знает посмотрите обязательно на сайте потрясающий набор который выводит шлаки и токсины из нашего организма коралл майн это то что насыщает воды минералами коралл майн это то что дает нам энергию укрепляет нашу костную систему ажпицот это набор минералов который усиливает коралловую воду в 5 раз который дарит дарит нам заряд энергии бодрости который выводит молочную кислоту из организма для тех кто любит тренироваться в спортзалах для тех кто любит бегать для тех кто активный для предпринимателей которые очень много времени проводят на работе и устают я рекомендую эти два продукта и аж 500 не жалейте вы можете по 3-4 штуки пить в течение дня вы увидите как с течением времени у вас появится энергия потому что вода обновляется в организме у нас 90 дней поэтому нужно обязательно распиваться и следите чтобы у вас суточная норма воды была не меньше 30-40 миллилитров на ваш килограмм веса хотел добавить сталкиваетесь наверняка с такой ситуацией что потребители которые летом нормально пили воду осенью осенью сейчас холодно я что-то столько воды пить не могу поставьте пятерочки у кого такие ситуации были то есть летом мы спокойно пьем по 2 литра зимой у нас бывает такая ситуация просто вроде бы вода не лезет не хочется организму пить вы скажите у кого такие ситуации были а вот есть отлично смотрите есть несколько рецептов первое почему мы ее не можем пить потому что холодную воду организм не хочет нормально воспринимать в холодное время очень хороший рецепт да вот хочется Валерии вообще горячего чая да но мы к сожалению на 70% не из чая состоим да из воды это нужно понимать просто-напросто можно бутылку как я делаю я ее храню в термочехле либо просто-напросто кладу ее на бутылку бутылку кладу на батарею сейчас уже у нас скоро включат отопление и смело можно класть бутылку с водой то есть в холодное время очень важно употреблять воду которая была бы теплее чем наша температура то есть вы можете допустим вот как делать можно подогревать воду с утра немножко да с утра у меня как ритуал уже то есть я воду подогреваю но не в микроволновке ни в коем случае просто на плите я делаю достаточно теплой и добавляю туда 1-2 капсулы H500 это позволяет разбудить организм он позволяет вывести шлаки и токсины которые накопились за время сна он заменяет 5 со временем вы это почувствуете если первое время не чувствуете около 5 чашек кофе оно бодрит оно восстанавливает организм просыпается если человек у меня есть знакомый он таксист ночью таксует я рекомендую коралл воду H500 прямо не жалеть выпить на ночь и прекрасно отработаете в ночную смену и также будете полны силы и энергии да и пить лучше воду конечно небольшими глотками то есть если человек начинает использовать наши продукты вот сильный период ему сложно пить свою норму воды а если он еще собрался чистится где нужно пить огромное количество воды то есть два правила первое пусть пьет маленькими глотками то есть да вот как есть правило такое пить как воду как американский алкоголик то есть по чуть-чуть прихлёбывать его пропить по чуть-чуть и чего это не нужно разрабатывается привычка организм снова пить воду очень огромное количество людей просто не пьют банальным образом воду потому что их отключили от этой привычки. Им привили привычки пить чай, пить все дозировки, все что угодно, но не воду. Основное правило – это научиться распылить свой организм, по чуть-чуть пить воду и оставлять ее во рту. То есть брать воду и секунд на 15-20 держать ее во рту, таким образом вы быстрее приучитесь пить воду в нужном количестве. Так же можно сделать, как сделала сегодня я. Вы можете подогреть воду, келать туда несколько веточек мяты и кусочек свежего имбиря. У вас получится шикарный напиток, который тоже с удовольствием можно пить вместо чая. Да, ну потом можно как раз туда еще короборосить. Или как делает Сергей Семенченко, он вообще добавляет немного лимона. В теплую воду добавляет немного лимона, чтобы был немножко вкусный. Если да, шпицот брать, вы можете сделать на стакан теплой воды. Это капсула шпицот, лимон и мед. У вас получится энергетический напиток, который тоже бодрит, вдохновляет. Можете добавить немного корицы. Из продуктов, которые будут давать действительно такое спокойствие и будут вырабатывать гормон радости, это продукт грифония. Очень интересный продукт, в котором содержится самая главная такая аминокислота. Я название не выговорю, я говорю сокращенно 5-HTP, потому что название настолько длинное, даже с моей способностью запоминать сложные названия, я не могу ее выучить. То есть содержится продукт, который занимается основным, это выработка эндорфина. Это гормон радости, который есть в организме. И на самом деле это тот продукт, который будет улучшать как раз-таки нервное состояние, стрессоустойчивость улучшать в организме. В ходе того, что пасмурная серая погода и просто-напросто нет настроения, будет заметно оно улучшаться с употреблением этого продукта. Но не нужно думать, что это какой-то симулятор, либо какой-то антидепрессант. Надеяться на него, что он будет оказать этот эффект. Он никаким образом не влияет на гормональный фон, это его преимущество. Он занимается как раз-таки выработкой эндорфина. Да, уменьшает стресс, тревожность. То есть тоже необходимо, особенно тем людям, которые ведут и активные, и сейчас деловые переговоры, и вообще активный образ жизни. Я думаю, тоже пригодится. Да. Ну и, конечно, клеточное питание. Да, то есть не нужно забывать, что мы справляться с вирусами и убирать проблемы можем сколько угодно. Организму ежедневно требуется клеточное питание. Ну, первый продукт – это комплекс витаминов 24 на 7. Если это брать, это тоже один из самых моих любимых продуктов. У меня именно с ним связана история. У меня так получилось, что я совершенно случайно узнала, что у меня подружка переезжает в новую квартиру, переехала вернее. И я к ней уже бежала ее поздравлять и думала, что взять с собой. У меня как раз стояла закрытая банка комплекса витаминов 24 на 7. Я думаю, ну, идеальный подарок, особенно для человека, который переехал в новую квартиру. Энергии понадобятся, витамины понадобятся. И я подарила ей эту банку. У нее двое детей. После того, как они месяц этот продукт пропили, потому что она раньше покупала также витамины в обычных аптеках, и результата особого не видела, она отметила, что у нее ногти стали в более лучшем состоянии. То есть буквально уже через месяц деткам тоже очень понравилось. И мы постоянно в школе, вы знаете, сколько дают нагрузки для детей. В составе 24 на 7. Необходимые витамины, которые нужны для организма. Йод, селен. Ну, состав полностью перечислить я вам не могу. Там, да. Там есть огромное количество компонентов. Вот, допустим, и спирулина, и травы там. И содержатся бета-кардиноиды вроде астексантина. Я вам могу сказать, если вы посмотрите по составу, кто разбирается в составе баночек, других компаний даже. На самом деле, по отдельности, эти ингредиенты есть, они стоят практически как половина этого набора 24 на 7. Я раньше сам-то этих компаний сотрудничал, поэтому точно могу знать. Вот, кто хочет не заморачиваться и знать, что организм будет получать все самое необходимое, и ему не хочется много баночек пить, пусть пьет по 6-8 штук, 24 на 7. То есть 3-4 с утра, 3-4 перед ужином. Он точно будет знать, что организм будет получать колоссальное количество всех питательных элементов, микроэлементов, зелени, там есть различные экстракты, бета-кардиноиды, как я уже сказал. Поэтому это на самом деле такой хит в плане того, что и это есть все в одной банке. Да, а также это универсальный продукт для беременных, потому что тоже им нужно большое количество витаминов, и состав очень хороший. Что мне нравится, в капсулах, то есть можно открыть, кто там не любит эти вещи, растворить, там в сухом виде употреблять. Можно пить именно в капсулах. Да, следующее, это уже идут суперфуды. У нас есть смартфуд, это умная еда, это коктейли, ботончики, супы. А у нас есть суперфуды. Что такое суперфуды? Это продукты, которые имеют высочайшую концентрацию всех питательных элементов. Вот чем мне нравится спирулина и хлорелла, это богатейшие водоросли, в которых просто есть кладезь в всех питательных элементах, и это считается вообще еда будущего. То есть представьте, в одном грамме спирулины содержится столько же питательных элементов, как в килограмме овощей и зелени. Бета-каротина в ней столько же, сколько в одном грамме. То есть, представьте, там 200 таблеток, 1 грамм спирулина – это 2 таблетки. В двух таблетках содержится столько же бета-каротина, сколько в 16 стаканах свежевыжатого морковного сока. А хлорелла – это просто необходимая вещь для вегетарианцев и вообще для обычного человека, потому что в 8 таблетках хлореллы – это суточная потребность человека в ламинной кислоты. То есть, по сути, кто не кушает мясо, это можно заменить. Причем по вкусу очень классно. Вот кто, допустим, хочет давать правильное питание своим детям, и если вы будете брать между спирулиной и хлореллой, я бы рекомендовал лучше хлореллу. Она по вкусу идет как такие… она разжевывается очень хорошо, по вкусу идет как тыпленные семечки. Спирулина, знаете, это именно такого уже для коралловцев бывалого, потому что у него такой вкус именно водоросли. Яркий, насыщенный вкус водоросли. Я его обожаю. Самый, кстати, лучший способ для того, чтобы она усваивалась – это держать ее во рту, рассасывать, либо разжевывать. Единственное, какой есть недостаток в этом способе – он потом весь рот зеленый, то есть приходится либо чистить зубы, либо это лучше всего надо использовать. Но таким образом это усваивается гораздо лучше. Тот, кто уделяет внимание красоте, упругости кожи, тот, кто уделяет внимание, например, набору веса, что для меня было особо актуально, я рекомендую эти два продукта. И вообще я зелень рекомендую постоянно, потому что я не знаю, как в других городах, у нас в Татарстане зелень нужна постоянно. Потому что каждый день мы не съедаем по тарелке огромной именно зеленых салатов, да, может быть, еще летом, когда у кого есть свои дачи. Но все равно это пища космонавтов, это питание и здоровье. Кстати, да, та спирулина, которая у нас есть, она у нас идет от поставщика, от того же поставщика, который ее поставляет в НАСА, это космическая программа НАСА, то есть это самое высшее, самое люксовое качество спирулина, то есть и она доступна нам, членам кораллового клуба, по-моему, это очень круто. Ну и, конечно же, вот он стоит на последнем месте, но по важности я бы ему мог поставить на первое место, это Омега-3 на 60. Это полиненасыщенные жирные кислоты, от которых зависит здоровье клеток нашего организма. То есть ее ежесекундно атакует огромное количество свободных радикалов, туда пытаются пролезть различные вирусы, и здоровье клетки определяется лишь тем, насколько здоровая ее оболочка. Практически вся оболочка состоит из полиненасыщенных жирных кислот. И вот та форма Омеги, если по-научному прям умничать, то это эфирная форма Омеги, которая, вы знаете, она растворяет пеноплазда, то есть она выводит различного рода токсины и залежи внутри нашего организма. То есть представьте, одна капсула нашей Омеги, она заменяет 12 столовых ложек обычного рыбьего жира. То есть я не знаю, я не могу себе представить человека, который в состоянии съесть 12 столовых ложек рыбьего жира, но концентрация нашей просто Омеги феноменальна. Да, обратите внимание, что также для деток у нас тоже есть своя Омега. Посмотрите на сайте, также Омега-3-6-9, жир печени акулы. То есть именно такие продукты, они нужны для иммунитета. В первую очередь это тоже постоянный продукт на операционном. Жир печени акулы, Омега, Омега-3-6-9, это все полиненасичные жирные кислоты, которые улучшают работу печени. То есть за счет этого и здоровье клеток. То есть за счет этого укрепляется иммунитет. То есть это относится к нашим супер-фудам. Ну а конечно сейчас в завершении хотел вас всех обрадовать очень хорошей новостью, что уже 7 сентября практически во всех офисах представительств нашей компании идет праздник нового продукта High Fiber. Да, потрясающий вкус. Это невероятно вкусно. Это очень полезно. То, что очень удобно, что делается на воде. Это в дороге, это в офисе, это заменяет и дополняет. Я потому что пробовала в сочетании с нашими коктейлями Daily Delicious, малина в сочетании с High Fiber или шоколад в сочетании с High Fiber. Обязательно попробуйте, поэкспериментируйте. Я делаю на воде с половинкой банана. Это был просто взрыв вкусовых ощущений, как вкус такого малинового йогурта, освежающего. Обязательно узнайте в ваших офисах, в ваших городах, где проходит дегустация High Fiber. Да, то есть, что это такое? Это, по сути, клетчатка. Опять же, здоровье кишечника зависит от того, насколько он чистый. И там содержатся в нем и пребиотики, то есть то, что будет являться едой для полезной микрофлоры. Там и нерастворимая клетчатка, которая заживляет и выводит токсины. Там и растворимая клетчатка, которая помогает не залеживаться каловым отложениям. То есть, все это есть. И я не знаю, кто-нибудь видел. По завершении я вам хочу включить ролик, который, в принципе, появился, наверное, в сети где-то час назад. Возможно, вы увидите его первыми. А мы с вами на этом прощаемся. Будьте здоровы. Теперь вы знаете, какие продукты можно рекомендовать себе, своим знакомым и близким. Это и очень здорово. Здоровья, энергии, вдохновения. До новых встреч. Пока-пока всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok